Следователи возбудили уголовное дело после обнаружения тела девочки в Тверской области. Что установлено на данный момент и кто может оказаться виновным в смерти ребенка? Расскажем далее. 8 марта в селе Чеморово в Весегонского района Тверской области бесследно пропала 7-летняя Лидия Романова. В воскресенье она ушла гулять на улицу рядом со своим домом и не вернулась. После пропажи девочке было возбуждено уголовное дело. Правоохранительные органы организовали масштабные поиски, в которых задействовали МЧС и волонтеров. Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Назначен ряд судебных экспертиз. Проверяются условия, в которых проживала девочка. На месте в Весегонском районе работали 45 активистов поисково-спасательных отрядов «Сова», «Ангел» и «Лиза Алерт». Четыре местных жителя, более 30 человек из правоохранительных органов, три вертолета и пять беспилотников. Утром 9 мая тело ребенка обнаружили в реке Сыроверка, протекающей неподалеку. Труп девочки нашли сотрудники МЧС при проведении поисково-розыскных мероприятий. Из материалов уголовного дела следует, что семья девочки состояла на профилактическом учете в Весегонском отделении полиции. В рамках уголовного дела о халатности следователи Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области тщательно изучат и проанализируют все обстоятельства, причины и условия, которые способствовали гибели ребенка. Следствием будет дана принципиальная правовая оценка вопросам полноты и своевременности принятых органами профилактики мер. Как сообщает Следственный комитет, в этот день девочка ушла гулять не одна, а с матерью. Именно в ее присутствии Лида упал в воду и стала тонуть. При этом сама женщина никаких действий для спасения собственного ребенка не предприняла. А когда поняла, что девочка утонула, вернулась домой и заявила об исчезновении малышки. 10 марта по подозрению в гибели ребенка задержана ее мать. Свою вину женщина отрицает, говоря, что произошел просто несчастный случай.